Далой зарплаты депутатов. Лидер регионального деления политической партии «Гражданская платформа» предложил кандидатам в депутаты Мурманской областной думы добровольно отказаться от зарплат. Сэкономленные деньги предложили пустить на привлечение в области медицинских специалистов. Дефицит медработников узких профилей для Мурманской области – серьезная проблема. Лидер регионального деления партии «Гражданская платформа» предложил свой вариант решения острого вопроса. Игорь Марари уверен, что для привлечения врачей в Заполярье необходимо, во-первых, повысить медперсонал в больнице, поликлиник, зарплату, во-вторых, обеспечить молодых специалистов жильем. Деньги на эти цели можно найти без ущерба для областного бюджета, правда, некоторым из депутатов придется отказаться от зарплат. В частности, лидер региональной гражданской платформы предложил оплачивать думский труд лишь 10 из 32 парламентариев. Такой шаг позволит сэкономить около 300 миллионов рублей. На эти деньги, например, можно будет купить 200 квартир для молодых врачей. Вот такого количества депутатов на заработной плате, наверное, по единице можно пересчитать в стране. Все-таки и даже в нашей областной думе в первые созывы, когда люди были более демократичны, действительно по-настоящему хотели изменений, количество депутатов без заработной платы было намного больше. Я могу сказать, что сейчас люди, которые по-настоящему думают о людях, они работают без заработной платы. Коммунистическая партия «Коммунисты России» объявила перезагрузку. Известный экологический проект «Красная рябина» теперь в новом, уже третьем формате. Новые коммунисты приступили к осенней побелке деревьев. Акция стартовала в сквере возле театра Северного флота. Спасение рябин, посадка молодых саженцев, а теперь и побелка деревьев. Партийный проект «Красная рябина» продолжается весну, лето и осень. Сегодня коммунисты России трудятся в сквере театра Северного флота. Вы видели коммунистов России с метлами, с граблями, а теперь мы взяли кисти и занимаемся побелкой деревьев. Санитарная обработка деревьев должна быть постоянной, если мы хотим видеть наш город зеленым и красивым. О том, что белить деревья рекомендуется дважды, а то и трижды в год, знают не все. При этом основной побелкой считается именно осенняя, а весенняя вспомогательная. Поэтому на вопрос «белить» или «не белить» коммунисты России дают однозначный ответ. Конечно, я уверенно скажу, что «белить». Кроме коммунистов России, экологическую акцию провела и «Единая Россия». Мероприятие прошло в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и партпроекта «Экология России». Единороссы высадили деревья на аллее педагогической славы на улице Папанина. Эта акция не только дань уважения людям, посвятившим себя одной из самых сложных, самых уважаемых и самых прекрасных профессий. Профессии учителя, рассказал секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единой России» Сергей Дубовой. Областное отделение КПРФ разместило на своем сайте статью Геннадия Зюганова. Статья посвящена букве «Д». Лидер КПРФ рассказал читателям, сколько он знает слов на букву «Д». В частности, Геннадий Андреевич упомянул такие думы, деньги, диеты и так далее. «Справедливая Россия» запустила в Апатитах акцию «Расскажем Путину правду». Правда принимается только по телефону. Рассказы в письменной форме, видимо, не предусмотрены. ЛДПР разместила ВКонтакте ролик про команду ЛДПР. Можете посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин